Лучшие из лучших в День Республики в Доме Правительства уже по традиции наградили тех, чей ежедневный труд делает наш регион динамично развивающимся. Учителям, врачам, работникам промышленности и сельского хозяйства, деятелям культуры, энергетикам, государственным и муниципальным служащим, общественникам глава Республики вручил государственные награды Российской Федерации и Чувашской Республики. Учителя, врачи, артисты, сотрудники лесничества собрались в одном зале и все немного волнуются в ожидании наград. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отдать дань уважения и признания вам, честным, ответственным труженикам, которые всю свою душу, умения и профессионализм вкладывают в развитие нашей любимой Республики. Уверен, что государственные награды, которые вы сегодня получите, станут для вас дополнительным стимулом в достижении новых вершин и побед. Вадим Григорьев, врач, анестезиолог, реаниматолог. 37 лет спасает жизни людей. Доктор по призванию, он получил награду от президента страны. Почетное звание заслуженный врач Российской Федерации. Жизнь пациента, отвоеванный у смерти, это победа. Без ложной скромности могу сказать, что у коллектива врачей, анестезиологов, реаниматологов Республиканской клинической больницы таких побед было немало. Звание заслуженного врача Российской Федерации буду носить со всей ответственностью за предыдущие и будущие победы. Вениамин Петров, тот, кто всегда на страже безопасности. Душой болеет за молодое поколение защитников Родины. Он получил почетную грамоту президента Российской Федерации за заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Главная задача еще мы видим, чтобы подготовить как можно больше молодежи для поступления в военное училище. Потому что в последнее время, к сожалению, был провал в этой области. А сейчас чувашские парни достойно представляют нас, достойно поступают. Больше всего наше родное Сызранское высшее военно-авиационное училище летчик, в который я в свое время закончил. Там процент удельный вес пять раз больше, чем другие субъекты или даже чем средний по России наших курсантов. Поэтому искренне благодарность всем нашим коллегам, те, которые в общественных организациях работают во славу. Эта награда не моя личная, я считаю. Это общая награда всех общественников, всех наших общественных организаций. Тамария Шмуратова и специалисту Республиканского центра народного творчества Дворца культуры тракторостроителей присвоено звание «Заслуженный работник культуры Чувашской республики». Большая радость, что получить такую награду. Награда, конечно же, высокая. Я на такую высокую награду, думаю, и раз на таком высоком уровне оценили, значит, немалую работу делаем в сфере культуры. Действительно, хочу поблагодарить нашего главу Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева, что действительно за такую оценку нашей работы в культуре. Всем с праздником, с Днем Республики. Всего в праздничный день заслуженные награды получили 49 жителей республики. Практически каждый из них отметил, что награда – это заслуга дружных коллективов, в которых они работают.